В предыдущих сериях, на мой взгляд, мы самый худший диржевой брокер в Лондоне. Мы знакомы? Теперь да. Я не мой отец и не мой брат, и не собираюсь с ними быть. Тогда кто же ты? Меньше из Флемингов. Полный мистер Флеминг, я хочу предложить вам работу. Второй офицер Мандей. Очень приятно. Эсмон говорит, что вы негодяй. Наконец-то началось Мандей. Всё, о чём я пишу, имеет правдивое основание. Флеминг. Человек, который хотел стать Бондом. Лиссабон, 1940 год. Вот и мерзкий Лиссабон. Нейтральная территория и перекрёсток всего мира. И он явно кишит нацистами, всевозможными беглецами, предателями, фашистами, торговцами оружием и спекулянтами всех мастей. Мне уже здесь нравится. Позвольте прикурить. Привлекательная дама. Она немка? Нет. Венгерта. Благодарю. Будьте паинькой, Флеминг. Нам не нужен дипломатический скандал. Мы уже воюем. Но пока не с Португалией. Видимо, она ждёт выездной визы. Или застрянет тут, как все они. Бедняжка. Нацисты вряд ли помогут ей даже за большие деньги. Но они торгуют надеждой. Завтрашняя повестка дня состоит из трёх частей. Вам скучно, Флеминг? Ещё одна страна? Ещё одно унылое заседание? Нельзя ли его отменить? Нет, нельзя. Ох уж, это рутина. Пора бы нам заняться делом. Запасные планы на случай победы нацистов во Франции не рутина. Если мы покинем Францию, немцы войдут в Париж. Всё очень просто. Атлантика будет открыта, и их подлодки будут топить наши суда. Что станет с французским флотом? Всё зависит от Дарлана. Черчиллю нужен их флот, но адмирал Дарлан не вступит в игру. Если их флот перейдёт к нацистам? Мы проиграем войну. Черчилль не может убедить Дарлана? Это непросто. Мы не можем направить его к Дарлану, а Дарлан будет говорить только с ним. Есть идея, Флеминг? Может отдать ему остров Уайт до конца войны? Объявить его территорией Франции? Меня эта ситуация отнюдь не забавляет. Война – это не игра, знаете ли. Флеминг? Пожалуй, на сегодня хватит. Отложим Дарлана на утро. Что-нибудь придумаем. Но вы едва пригубили, сэр. Пока-пока. Вы примете чек? Да, сэр. Хорошо. Думаете, к четвергу мы не закончим? Фелид ждёт нас обратно не позднее пятницы. Мои фишки, будьте добры. Дамы и господа, ставки сделаны. Всё уже не будет как раньше. Печально. Да, я понимаю. О, сэр, похоже, я забыла мою зажигалку. Что ж, тогда доброй ночи. Доброй ночи, сэр. Флеминг, чем вы, по-вашему, заняты? Немного развлекаюсь. Хочу обчистить этих ублюдков. О, банка, девять. Давайте поднимем ставки. Не против? Сейчас в банке сто тысяч эскудос. Сколько это в настоящих деньгах? Около тысячи. У вас они есть? Конечно, нет. Сэр. Сто тысяч эскудос. Боюсь, я должен удостовериться. Слава богу, есть представительские. Флеминг, не смейте. Уже посмел. В банке сто тысяч. Бо-банк. Ставки сделаны. Карту, пожалуйста. Девять. Это для нас хорошо или плохо? Мы выиграли. У банка шесть. Да чёрт. Флеминг, не отчаивайтесь. Подумаешь, деньги штука наживная. Извините, я на минуту. Живень! КОНЕВАННchuck Прошу вас, помогите мне, я еврейка, вы же знаете, что они делают с нами. Благодарю. Мне перестало здесь нравиться. Да, и мне тоже. Всё, идёмте. Я только допью. Прошу прощения. Идёмте. Флеминг. И вы утверждаете, что ничего не знали о мёртвом нацисте? Абсолютно. Идёт война, Флеминг. Вы должны быть здесь со мной, а не пытаться разорить немцев в баккара, вам ясно? Нам нужны люди, способные импровизировать. Я думал, поэтому меня и взяли. Вас взяли помогать морской разведке, а не играть в игры на чужие деньги. Вы вели себя беспечно. Благодарю. За комплименты. Если вы намерены мне дерзить, потрудитесь добавлять сэр. Смотри, наш шоколадный морячок. Командер Флеминг. Здравствуйте. Я так рада, что вы пришли. Леди Энн О'Нил. Это мисс Мюррел Райт. И простите за смех. Я рада вас видеть. Просто вы выглядите… Нелепо. Я знаю. Я хотела сказать… Замечательно, мисс Райт, можно вас звать Мюрел? Конечно. С днём рождения. Благодарю, Флеминг. Мои поздравления. Не упустите эту девушку, она выгодная партия. Все ждали, когда же вы наконец встретите правильную девушку. Правильных девушек пруд пруди. А мне нужна неправильная. Как и всем нам. Итак, скажите, с кем вы знакомы? Я… Ну, конечно, это Эсмонт. Наш мальчик-менинник. Виконт Роттермир, владелец Дэйли Мэйл… Роттермир? Я думала, он ваш муж? Нет, мой муж военный. Сейчас он за морем на задание. Надеюсь, вы не ханжа? Это было бы ужасно скучно. Видимо, война многое меняет. Раньше я думала, жизнь проста. Оказалось, напротив. Теперь я понимаю, что мы с вами чудесно сойдемся. С днем рождения. Спасибо. Ура! Пойдем. Большое спасибо. Вы не отвечали на мои звонки? Не хотели со мной говорить? Не знала, что сказать. Я был удивлен, получив приглашение. Позвать меня на день рождения любовника довольно смело. Вы нравитесь Эсмонду. Он хотел вечеринку в кругу друзей. И мы оба горели желанием увидеть Мисс Райт. Такая милая девочка. Эсмонд посоветовал не упускать ее. Она еще дитя. Боитесь играть со взрослыми? Я ничего не боюсь. И уж точно не в ваших маленьких игр. Благодарю. Вы очень добры. Спасибо вам. Спасибо. Аплодисменты нашему пианисту. И поздравления виновнику торжества. АПЛОДИСМЕНТЫ Спрошу прощения. Это традиция. Самый красивый мужчина в зале идет по кругу и целует всех подряд. АПЛОДИСМЕНТЫ Это? Вперед. Ужасно неловко и несправедливо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Очень неплохо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, нет, нет. Я узнаю его. Я не хочу в свой день рождения целовать мужчину. АПЛОДИСМЕНТЫ О, здрасте. АПЛОДИСМЕНТЫ Я знаю, кто это. Я ее узнаю. АПЛОДИСМЕНТЫ О, на ощупь приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Отличная игра. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что вы делаете? Я могу задать вам тот же вопрос. Месяцы тишины, невнимания, и теперь это? У меня много друзей. Близких друзей. Неужели вы приняли тот краткий момент волнения за что-то большее? Зачем вы пригласили меня сюда? И хватит нести эту чушь про Эсмонда. Я видела вас с ней в джаз-клубе. Думала, будет забавно. Снова игры? Полагаю, это вам решать. Хотите поиграть? Как хорошо, что ты вернулся. Если честно, я думал, что не выживу. Это не пустая бравада. Мои друзья гибнут в этой чертовой бойне. Мы бежали из Франции с поджатым хвостом. В военном министерстве поговоривают о капитуляции. Я в это не верю. Что ты можешь знать об этом, сидя за столом, закинув ноги? Извини, вырвалось. Прошу прощения. Прости его, он расстроен. Он прав. Я торчу здесь за столом, пока он командует десантом во фьордах. Твой брат всегда искал приключения, но ты не обязан брать с него пример. У него всё получается. Даже выживать. Хватит с него страданий. Я попрошу перевести его на конторскую работу в военной разведке. Думаешь, он скажет тебе спасибо? Я потеряла мужа в Первую войну и не хочу терять сыновей. Положи салфетку ровно. К чему вообще эта война, если я всё время торчу за столом, пока мой брат ведёт десант на ночные вылазки? А что ты делал на войне, папочка? Я подшивал дела. У меня отлично получалось. Ты вообще меня слушаешь? Кто она? Ах, она. Да никто. Глупенькая девочка с пустой головой. Она мне даже не нравилась. Ты меня такой считаешь? С глупышкой, что ищет любви там, где её нет? Нет, Мю, это не так. Кто сделал тебя таким? Почему обязательно сделал? Видимо, девушка. Как её звали? Скажи, я хочу знать. Иэн. Моник. Француженка. Швейцарка. Швейцарка. Я просил её выйти за меня. Ты любил её? Как-то я привёз её домой на Рождество. Это была катастрофа. Мать едва говорила с ней. Она грозилась лишить меня наследства, если я не порву с ней немедленно. Но с нами такого не случится, верно? Я так и не простил её. И никогда не прощу. Через три дня, может, через четыре, немцы полностью возьмут Францию под контроль. А Дарлан? Видимо, прячется в Монгвазоне, зарыв голову в песок. К нему посылали делегатов, он их не принял. Старый Элис заставляет нас строить догадки. Я разберусь. Их танковые дивизии в стамилях от Парижа. Они первым делом вломятся в наше отделение. Нельзя оставлять нацистам секретную информацию. Вы составили инструкции. Но они бесполезны, если их не выполнять. Могу вылететь вечером. Вы? У меня есть список всех контор, явок и трейников. Мне нужен лишь радист и машина. Нет, вам многое известно. Будет скверно, если наши секреты попадут к немцам. Или если к ним попадёте вы. Но больше некому. Я могу быть вашими глазами и ушами. Сэр. Вы что-то замышляете. Нет, сэр. Вы дважды назвали меня сэр. Есть только один способ это выяснить. Не так ли? Значит, ты уезжаешь? Ненадолго. Куда? Во Франции? Я поеду и выиграю чёртову войну. Устрою Гитлеру разгром. Ты ещё увидишь, как Уинстон прицепит мне медаль. Я никогда не знаю, что за человек передо мной. Но таким ты мне нравишься. Хочу, чтобы ты вернулся. Вернись ко мне, обещай. Конечно вернусь. Ты незаменима. Кого ещё мне посылать за сигаретами? Ты обещаешь? Ну давай, скажи. Скажи. Пообещай. Я обещаю. Скажи ещё раз. Я первым делом приду к тебе. Обещаю. Спасибо. Ну, что думаешь? Мне нравится. Прошу, присядьте, мисс Флеминг. Я лично займусь вами. Смотри, злая ведьма собственной персоной. Не говори об Энне. Почему же нет? Как я рада вас видеть. Это Энн, леди О'Нил. Это миссис Эвелин Флеминг. Я много о вас слышала. А мы так раз говорили об Энне. Правда? Вы хорошо его знаете. Лил нас познакомила. И теперь мы добрые друзья. О! Он не упоминал о вас. Как у него дела? Довольно хорошо. У него новая девушка. Вы знакомы? Да. Должно быть, вы очень рады за него. Да, Мюриел приятная девушка. Её отец был членом парламента. Я слышала. Она очаровательна. И он сказал, что она модель. Да. Пара снимков в купальнике в Монте-Карло. Пикантно, но экземпляр неплохой. И знаете, что самое лучшее? Достойная родословная. Чистый лист. Вы о чём? Она одинока. Не мужа. Ни ребёнка, ни любовника в поле зрения. Париж, июнь. Командор Флеминг. Оставьте эту чупуху. Надеюсь, вы не против нарушить приказ? Как вас зовут? Хепорт, сэр. Не отдавайте мне честь и не называйте сэр. Запомните это, и мы отлично поладим. Вас понял. Куда едем? В штаб-квартиру. Я всё объясню по пути. И нам понадобится машина получше. Гораздо лучше. Здравствуйте. Как забавно, что вы здесь. Энн. Вы на службе? Я приезжаю сюда довольно часто. Здесь живёт половина военного министерства. Я доставляю послания. Совершенно секретные, кстати. Нам нужно с вами выпить. Наш мужчина в отъезде, и я не прочь поболтать. Да, было бы чудесно. Сожгите всё, что не сможете увезти. Если оно не горит, закопайте. Это действительно необходимо. Вы считаете, что Париж падёт? У вас тут карты с передвижением флота в Атлантике. Коды морской разведки, и если их не сжечь, нацисты получат их на блюдочке. Годфри просил передать его вам. Он сказал охранять его так, что не заезжайте в казино на обратном пути. Сэр! Я нашёл для вас машину. Что я вам говорил? Не отдавайте мне честь и не называйте сэр. Где вы её нашли? В салоне на бульваре Гувьон. Как вы и сказали, они не хотели отдавать Роуз нацистам. 7,6 литра, 50 лошадиных сил. Разгон до 60 за 10,3 секунды. Поедем домой эффектно. Мне нужно сделать ещё одно дело. Мне сообщить в Лондон? Нет, забудьте об этом. У нас новое задание. Найти адмирала Дарлана. Нам нужен его чёртов флот. Вот это другое дело. При всём уважении, приказ идёт сверху? В каком-то смысле. Да не волнуйтесь вы. Скажите, что я вас похитил. Кроме того, как часто вам доводилось водить Роуз? Я только что сдал на права. Эсмон сказал, Иэн воюет уже много лет. В основном с собой. Я думала, его враги женщины. Только его мать. Вы встречались? Уж лучше ступиться с Гитлером. Не знаю, почему я влюбилась в такого. Иэн загадка. И вы не первая, и не последняя, кого он озадачит. Я просто скучаю. Он сказал, что придёт ко мне, как только вернётся. Он твёрдо пообещал. Мужчины много чего говорят. Такова их природа. Иногда они забывают. Иногда жизнь не так уж сложна. Иногда люди говорят, что думают. А если я и правда люблю его? Фокус в том, чтобы этого не показывать. Бонсор. Командор Флеминг. Военно-морская разведка. Я прилетел из Лондона. По приказу Уинстона Черчилля. Это правда, сэр? Мы выполняем приказ Черчилля? А как вы думаете? Всё. Приехали, Хэпуарт. Всё или ничего? Отдайте мне честь, идиот. Мне нужно видеть адмирала Дарлана. Это невозможно. Я приехал по приказу Уинстона Черчилля. Куда вы идёте? Месье, стойте! Я всё думал, хватит ли у англичан смелости нанести мне визит. Что же вы так долго? Ещё не поздно, адмирал. С вашей помощью мы ещё можем победить. Мой прадед погиб при Терфальгаре. А теперь вы приезжаете и требуете французский флот. Сейчас мы союзники. Так что давайте будем честны друг с другом. Нацисты в двух шагах от Парижа. Дальше они пойдут на Шербур. Может быть, нам выгоднее говорить с нашими немецкими друзьями? Британское правительство подозревает, что Франция может пойти на сговор с нацистами. Наша авиация и флот готовы нанести удар в любой момент. Скорее, Британия уничтожит весь французский флот, чем отдаст его нацистам. Вы говорите, что Британия атакует нас, своих союзников? У вас и правда есть полномочия вести переговоры? Конечно. Я вам не верю. Вы юноша, играющий в игры, которых не понимаете. Есть лишь единственный выход. Не будьте глупцом. Вы играете с огнем. Адмирал? Командор Флэннин. Простите, я на минуту. Адмирал, нужно спешить. Простите, я на минуту. Сэр, он только что? Сидите там. Подъезжайте, сэр. Мэгги, встраивайтесь поудобнее. Свяжитесь по рации с Лондоном. Вас входим, сэр. Мы получили сообщение, сэр. Какое? Флеминг на пути в Бордо. Он преследует адмирала Дарлана. Не знаю, может нам стоит вызвать поддержку? Дарлан где-то здесь. И я не сдамся. Что происходит? Дайте дорогу. Я британский офицер. Разойдитесь. Кто здесь главный? Я здесь начальник. Что происходит? Он не дает нам уехать. Молчать! Вы знаете, что с ними сделают немцы? Это не моя проблема. Я выполняю приказ. Я и сам рискую жизнью. Сколько? Больше, чем у вас есть. Сколько? Да. За каждое судно десять тысяч франков. Вот ваши грязные деньги. Я тут разберусь. Найдите Дарлана. Ступайте. Смотрите, тот британский агент. Он не пускает нас вперед, помогая избежать грязным евреям. Успокойтесь. Успокойтесь. Все сохраняйте спокойствие. А ну, с дороги! Стоять! Не двигаться! Не двигаться! Я нашел его, сэр. Он в доках. Время еще есть. Что ж, вот и ответ Дарлана. Он передаст флот Германии. И теперь мы сами по себе. То есть Англия. А нацисты всего в двадцати милах. Приехались. Эверстрит. Большое вам спасибо. Алло? Мил? Я вернулся. Я так волновалась. Там полный бардак. Расскажу, когда увидимся. Я еду к тебе. Пока. Пока, дорогой. Меня впустила ваша домработница. Надеюсь, вы не против? Что вы здесь делаете? Вы меня до смерти напугали. Вчера я попала под бомбежку. Сильно? Выжили только двое. Я и епископ Личвинский. Может, Господь услышал ваши молитвы? Нас спас не Господь, а обеденный стол. Вы ранены? Нет, я… просто немного дрожу. Я хочу остаться здесь сегодня. Я не могу. Прошу вас. Я обещала. Прошу. Нужно идти в бомбоубежище. Заедине? Прошу. 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 Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... ...воспринимая мир словно увлекательную игру. Но ведь это не так, верно? Когда падают бомбы, это уже не игра. И тогда нам нужно любить кого-то. Но у вас есть муж и любовник. Разве вы их не любите? Ну, а вы? Вы влюблены? В ту блондинку, что носит вам сигареты? Ей нужны любовь и утешение, как собачонки. Она вам не пара. Вы меня не знаете. Умоляю. Умоляю. Налёт окончен. Всё кончено. Держите, сэр. Спасибо. Для любимой? Да. Для любимой. Держите, сэр. Мил? Ну? Ну? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...